добрый вечер дорогие друзья если вы меня слышите нажмите пожалуйста поставьте плюсики хорошо так ну что начнем время уже по москве 6 часов значит мы с вами продолжаем тему заболевания почек он просто почки сегодня у нас первое занятие у нас было по просто что такое почка какое у ее строение какую функцию она осуществляет нашем организме и мы с вами поняли что почки это очень важны два органа которые имеют маленькую массу всего по 140 грамм но который фильтруют в день у нас с вами до двух тонн мочи уйдату до двух тонн крови образуя из этих двух тонн крови чистейшую субстанцию который называется первичная моча более 130 литров которые содержат все микроэлементы все что нужно для работы нашего организма соли микроэлементы элементы и так далее и так далее и так далее и образует всего лишь навсего два два с половиной литра мочи которая удаляется из нашего организма тоже абсолютно чистая структура которая не должна содержать ни белков ни ликоцитов ни эритроцитов нет ничего не должна содержать поэтому почки выполняет нашем организме много функций но прежде всего это фильтрация ультрафильтрация вам говорила что почки ультрафильтруют кровь для того чтобы не один элемент не застрял при фильтрации в сосуде почки чтобы не вызвать нарушение ее функций и основным действующим веществом является нефрон вот таким образом у нас с вами в каждой почке по миллион двести нефронов и мы с вами должны всю жизнь беречь эти клетки иначе без них человек когда у него остается всего 20 грамм нефронов в каждой почки человек уходит на гемодиализ то есть если у вас остается меньше 20 грамм нефронов то у человека развивается почечная недостаточность вот и почки плюс еще отвечает за кроветворение там вырабатывается специальное вещество в почках эритропоэтин который воздействует на костный мозг вот идет образование нашего с вами эритроцита дальше почки у нас контролирует артериальное давление особенно нижнюю фракцию то есть когда давление 130 на 90 вот 90 это как раз почки ну еще гормональные функции так далее так далее так далее вот и поэтому очень важно знать как в течение всей жизни не нарушить функцию своих почек и чтобы они у вас работали хорошо и чем они вас дольше и хорошо работают тем дольше вы и хорошо живете вот ну естественно что все начинается с момента зачатия человека и уже внутриутробно уже девятая неделя уже почки как бы начинают работать у плода вот поэтому ребенок рождается у него очень маленькие почки конечно как его кулачок вот поэтому представляете сколько они там весят ну несколько грамм вот и только к двадцати годам человек набирает нормальную массу почек почему же так вот надо беречь свои почки еще до рождения и млад в маленьком возрасте потому что у ребенку ребенку нельзя дозы давать как взрослому но это понятно то что он маленький все микродозах но лекарственные препараты вообще лучше не давать до до определенного возраста чтобы не получить токсическое воздействие на почки на печень и так далее и то же самое относится к пожилым людям которым уже за 70 лет у них конечно почки тоже объем уже нефронов начинает уменьшаться с возрастом и соответственно функция почек тоже нарушать начинает начинает ухудшаться вот плюс уже почкам самим 70 лет все почему-то забывают что если вам 70 лет то вашему внутреннему органам уже 71 год год вы еще сидели внутриутробно и развивались вот поэтому каждый человек ну минимально должен знать о своих почках хотя бы представление иметь где они находятся и какие функции они выполняют и какие есть нейротоксины которые могут повредить им вот видите какая наша с вами почкой и вот справа вот такая малюсенькая почка ребенка дети уже иногда рождаются с определенными патологиями ну самая распространенная патология детская это гидронефроз когда врожденная такая патология когда сужение идет в области выхода мочеточников вот и ребенок начинает писать вот по маленькому а у него не вся моча может уйти из почки мочевой пузырь по мочеточнику и забрасывается опять в почку и у детей возникает болевой синдром а поскольку ребенок вам не может сказать что мама мне больно дети начинают плакать и вот задавали уже родители нам одна женщина мне задала вопрос его до сих пор наизусть помню просто вы знаете у меня ребенок наверно больной ему полтора или полтора года а он всю жизнь плачет можно сказать вы представляете я ответил этой женщине вы понимаете ребенок у вас не больной он просто не может сказать мама у меня что-то болит или это почка у него болит или печень болит или еще что-то внутри болит поэтому дети плачут поэтому когда вы видите что маленький ребенок там месяц два-три вы ему лечите кишечник то есть все пятьдесят и ничего не помогает но неужели нельзя пойти сейчас огромное количество центров медицинских и меду государственных и обследовать как следует своего ребенка понимаете дети рождаются с патологиями не все можно увидеть на ультразвуке вот и соответственно если вы вовремя гидронефрост не прооперируете то ребенок может потерять эту почку потому что это все воздействует ну во-первых инфекция начинается помимо гламирового нефрита начинается пилонефрит потому что моча уже из мочевого пузыря попадает инфицированная в здоровую почку постепенно там будет будет развиваться пилонефрит вот и ну и сам неужели не жалко собственного ребенка вот поэтому в наше время это все сразу обследовать нужно то есть очень внимательно смотрите почему ребенок плачет и не не ставьте над своими детьми вот поплачет и и уснет и поплачет и поплачет и не уснет потому что больно дети тоже чувствуют боль раньше думали что дети внутриутробно не чувствуют боль все чувствуют они живые люди понимаете второе самое частое поражение почек это поликистоз это все закладывается тоже внутриутробно вы должны понимать что это и гидронефроз и поликистоз это все заказ закладывается внутриутробно во время закладки внутренних органов вот это в ткани есть слайд вот вот вы видите почку и у нее с правой стороны от вас с правой вот слева ничего почка а справа видеть такие как кружочки такие неоднородные вот с левой стороны почка всеоднородные мы видим и четочники мы видим лоханки почки а с левой стороны видите там такие вот образования это небольшие кисточки гидронефроз обычно это бывает такие же небольшие кисточки и в головном мозге в щитовидной то есть во всех паранхематозных органов чаще всего он протекает ну скажем так бессимптомно вот чаще всего он протекает значит бессимптомно они очень маленькие как правило они не увеличиваются в размерах эти кисточки не сливаются вот но значит бывает что поликистозы они действительно большие очень кисты образуются начинают корковое вещество сдавливать и тогда где находится нефроны почки и тогда может тоже пострадать нефроны то есть почка сама она нефроны фильтруют кровь и моча вторично течет через мочеточники в мочевой пузырь вот здесь вот этот поток тоже может нарушиться вот и поэтому все таки если у вас в родне у кого-то есть кисты почек или еще что то или вы какие-то хронические воспаления переносите почек часто то нужно обязательно делать ультразвук и смотреть что там такое мы даже в институте я помню видели мужчину который прожил там 60 с чем-то лет я уже не помню на кафедре на кафедре нефрологии это урологии мы видели и он всю жизнь прожил с одной почкой которая находилась у него над мочевым пузырем вот вот такие даже интересные случаи были потому что раньше же не было ультразвука делали рентген вот а рентген это конечно не всем делали но ничего одна почка он прекрасно прожил с ней все вот но конечно самое неприятное заболевание это гломеролонефрит у детей это аутоиммунное воспалительное заболевание что значит аутоиммунное аутоиммунное заболевание это заболевание при котором организм ваш ваша иммунная система ошибается и начинает уничтожать собственные клетки почему так часто болеют дети дети болеют часто так потому что у них несовершенная иммунная система у них еще иммунная система обучается до семи лет поэтому детишки так часто и болеют но я вам хочу сказать сразу что если вы видите что вас слабенький ребенок недоношенный родился ну вообще есть слабые дети есть и дети такие активные уже с детства с рождения они все разные естественно как вы вынашивали его какие у вас были проблемы со здоровьем были было ли у вас там в течение всей беременности был ли токсикоз был был у вас течение всей беременности анемия была и так далее так далее так далее очень много факторов всевозможных не болели бы какими-то болезнями во время беременности вот все это надо учитывать потому что это все может отразиться на здоровье вашего ребенка поэтому особенно в первые три года жизни особенно девочек да и мальчиков тоже если у вас ребенок заболел ребенок заболел у него поднялась температура ну такая субфибрильная как мы называем никогда не снижайте температуру никакие процитамола детям свои в рот не сути раньше детей лечили как 7 дней смотрели и пили все клюквенные морсы клюква великолепно и брусника совершенно великолепно лечит почки в клюкве предположим находится ацетилсалициловая кислота вот и в клюкве а в бруснике тоже находятся уросептические вещи поэтому не надо сразу всывать в рот всякие таблетки всякие детские там сиропы эти что только не суют родители помните у него почки всего с его кулачок вот поэтому если ребенок заболел если у него 37 5 37 38 это хорошая температура при которой организм борется поэтому дайте ему реликту дайте ему немножко салютом отдайте обязательно сердце своему ребенку когда он болеет любой инфекции дать сердце почему потому что сейчас огромное количество миокардитов которые протекают бессимптомно и потом а потом уже через несколько лет когда вы придете к врачам скажут вы знаете у вас проблемы там какие-то с миокардом понимаете подстраховывайте свои детей давайте всегда во время любой инфекции еще раз говорю любой инфекции давайте реликту салютом тимус один давайте детям печень желчные протоки почки давайте чтобы не дай бог его организм потому что сейчас дети все гиперреактивные то есть у них организм быстро дает типа такой аллергической реакции вот и может направить а что значит гиперактивная иммунная система иммунная система может в этот момент ошибиться и запустить вот этот процесс поражение гламеролонефрит это поражение глубочкового аппарата почки то есть как раз вот того нефрона который фильтрует кровь и образуют мочу значит то есть это самое это сердце сердце почки вот поэтому у детей видите в младшем в младшем возрасте все это регистрируется значит даже я вот была в одном регионе там в три года девочка заболела у мальчики вообще предрасположены к нему поэтому берегите свои детей уже сто раз говорила не мойте вы зимой свои детей каждый день они что на лесоповали у вас все работают вот они их моют не закаляйте никогда детей своих все дети ослабленные сейчас вот они там без носков у них носятся какая нафиг закалка закалка это знаете когда после трех-пяти лет уже когда в спорт будете отдавать там он и закалится а ваша задача чтобы вашего ребенка не было не дай бог гламеролонефрита просто не дай бог и если температура повысилась повелись боли в спине или еще что-то сразу стационар не занимайтесь самодеятельностью не занимайтесь потому что у детей гламеролонефрит если его острый пролечить он может хроническую форму не перейти понимаете а мы сейчас видим я взрослый врач я вижу пациентов он пять лет принесла мирового нефрита 45 лет хпн и он течет бессимптомно ничего не болит пока почки не отвалятся вот это я вам хочу просто сказать поэтому при любой инфекции чем бы не болел ваш ребенок никогда его вообще если дети болеют начинает болеть там соплями все это тоже может все отразиться на почках понимаете кашель насморк это все там еще какие-то воспалительные процессы особенно особенно сейчас вы увидите особенно сейчас одну тучку особенно если у него еще появляется пиодермия вот геномолитический строптококк стафилококки и так далее значит особенно когда вот у него еще такие прыщики появляются иногда на теле вот такие прыщики с гноничками вот это как раз может быть стафилококковая инфекция или строптококковая инфекция поэтому говорю вам аккуратно не мойте детей у них кожа совершенно другая кожа это тоже наша иммунная система там находятся специальные бактерии там находится все на этой коже находится не трите вы своих детей каждый день чуть тереть взяли там подмыли немножко носочки сразу одели костюмчики одели все голову моете на следующий день ребенка никакой на улицу не водите берегите своих детей потом отиты лечим сопли лечим от чего перехлаждаете детей нас ничем родители не лечили я вообще антибиотики первый раз там 30 лет наверное только прокололи первый раз а сейчас все закормлены этими антибиотиками организм уже не реагирует на них вот поэтому еще раз повторяю что такое гломеролонефрит что такое аутоиммунные заболевания это когда иммунная система ошибается и начинает уничтожать свои собственные клетки в этом случае она уничтожает начинает нефроны при сахарном диабете она начинает у детей постепенно уничтожать бета клетки развивается сахарный диабет аутоиммунное поражение щитовидной железы это когда иммунная система ошибается и набрасывается на собственные териоциты и развивается аутоиммунный теребит вот представьте какое количество сейчас аутоиммунных заболеваний и все на собственную ткань это я это очень высокая степень готовности вот к аллергическим реакциям ко всем вот этим проявлениям ну остро гломеролонефрит ведь и развивается через две-три недели после перенесенной инфекции от стрептококового генеза то что я вам и сказала вот эти вот маленькие прыщики с гноем на теле ну и к сожалению лечится он только этими гормонами вот там кладут больницу там очень высокий титр белка матче очень высокий белок матче вот и если все-таки ваш ребенок перенес гломеролонефрит и значит ему этот и он у него ну как бы из острова перешел хронический то еще раз повторяю терапия пожизненная пожизненная терапия не надо слезать с этих гормонов не надо будет сразу рецидив значит поэтому если вы живете в регионах и в москве что нужно нужно обязательно для того чтобы подобрать правильную терапию нужно сделать биопсию почки вот я здесь столкнулась с мальчиком тоже к нам в компанию приехали 12-летнего подростка привезли вот и у него белок там за 20 был вот каким-то чудом не им удалось помочь и положить их в москву нашу клинику вот в принципе вы все должны знать что вас есть руках полис медицинского страхования у вас есть паспорт российского гражданина средства рождения и вы можете если такой такое случилось просто прийти и вас должны направить или в москву или в какой-то ближайший город где есть тефрологическое детское отделение для проведения биопсии почки чтобы понять что за планирование фри чтобы подобрать правильное лечение для вашего ребенка очень серьезные заболевания очень серьезные заболевания ну вот то что я вам говорила функционная биопсия а вот надо консультировать еще с кучей врачей чтобы они посмотрели то что все аутоиммунный процесс он может захватить весь организм не только почку вот поэтому офтальмолог нужен и нужен значит генетик нужен посмотреть от триллер диллен горлок нет ли у него здесь база этих микробов за счет чего это все и произошло поэтому вот эти все ангины тоже понимаете и сломатолога и таким образом сохранить жизнь своему ребенку чтобы он жил долго и как можно меньше у него было рецидивов вот видите острый большинстве случаев заканчивается выздоровлением только один-два случая переходит хроническую фазу вот поэтому нужно быстро не ходить там нигде ничего а брать направлении и бегом в больницу вот и вот что я хотел сказать еще конечно с прививками если вы делаете своим детям прививки и у вас ребенок принес любое воспаление любой насморк кашель там что-то еще бы с повышением температуры раньше мы не делали прививки своим детям по три месяца пока у меня клеммается ничего мы не делали никакие прививки и вы тоже а сейчас современные мамаши могут сделать через три дня после того как ребенок переболел прививку вот поэтому думайте о своих детях то включайте мозг так и конечно вторая проблема самая такая тоже большая по почкам это пилонефриты если гломеролонефритом чаще всего болеют мальчики то пилонефритом болеют вот тут показывается гломеролонефрит видите какая почка увеличены такая она вся вот с левой стороны сейчас с левой стороны она вот такая почка становится увеличены у кого-то она одного цвета становится у кого-то другого но принципе вам сразу вот не увидите так и и вот препараты power matrix которые мы рекомендуем при гломеролонефрите при остром и хроническом все проводится на фоне на тропе которые назначили медики тимус 2 тимус 2 он как раз воздействует на чтобы меньше образовывался антител поэтому дети пьют сначала выпивают все препараты которые назначили в больниц особенно при днизолон вот пьют его потом через 15-20 минут начинают тимус 2 себе капать матрикс нефра обязательно если вы перенесли острый гломеролонефрит и вдруг вы вылетели из этого состояния то есть у ребенка не развился хронический гломеролонефрит я вам просто советую не забывать никогда этот диагноз и поить матрикс нейрум обязательно постоянно вот все что я говорила никакого мытья очень аккуратно со всеми прививками с едой там в общем совсем очень быть аккуратным со своим ребенком берегите их берегите вот потом это все остается постоянно то же самое к печени относится печень значит ребенок принимает потом оставляете хотя бы один-два раза в день постоянно лор обязательно с салютом обязательно лор это для профилактики всей этой инфекции носу и во ртовой полости реликтум но это просто наше все как который помогает печени синтезировать специальный фермент который из всех клеток организма просто удаляет мусор и те вещи которые не нужны этой клетки вот и ну конечно для поднятия иммунитета хотя бы один раз в день но долго селезенку костный мозг и салютом detox все это вот делается для того чтобы сохранить почки особенно девочкам им рожать мальчики ладно не рожают а девочкам еще ребенка надо выносить хотя бы одного поэтому если вы будете это все регулярно давать своим детям практически это пилонефрит все то же самое лечится также вот то принципе пубертату когда начнется половое бурное созревание если почки будут нормальные то это будет очень хорошо как бы говорят у нас в медицине в огне гормонов сгорают все заболевания детского возраста ну вот и самое конечно распространенный часто чаще всего встречается у детей и у девочек особенно это острый пилонефрит вот он как правило тоже вторичный вторичный пилонефрит после перенесенных инфекций вот перенесенных инфекций предположим тоже какой-то болезни и дисбактериоза кишечника вот поэтому при пилонефрите делают тоже узи почек анализ мочи сдают значит и делают проверяет почечный кровоток значит как правило девочки тоже заболевают этим пилонефритом после какой-то инфекции вот как еще пилонефрит очень часто бывает у людей страдающих сахарным диабетом он тоже развивается первого типа и второго типа вот значит поэтому при пилонефрите назначаются если там тоже бывает у детей повышается температура бывают такие пилонефриты с температурой 40 с болью пилонефрит это гной в моче вот поэтому то же самое если назначают там уросептики врачи вы даете уросептики параллельно вот с той же табличкой что мы давали плать про угломерова нефриту и почки печень тимус-1 здесь уже не нужен тимус-2 тимус-1 вы оставляете на очень долгое время потому что нужно тоже восстанавливать микрофлору кишечника обязательно в ситуации но вы все знаете что у нас восстанавливает это реликтум и и виталия вот вы долго все это делаете там виталию можно оставлять долго покачок не вырастет там малую инфекцию какую-то подцепит всегда странно страдает микрофлора вот и а соответственно сдаете анализ мочи обязательно при пилонефрите так сдаете вы пока посмотрите вот эти препараты но я хочу сказать что при пилонефрите мы своему ребенку должна должны смотреть кровь раз в три месяца и мочу желательно каждый месяц особенно после первичного острого пилонефрита вы должны значит сдавать общий анализ мочи среднюю порцию среднюю вот утром встали ребенка поставили в ванночку помыли его потом он начинает писать на мальчиком конечно удобно но ничего сейчас баночки продаются первая порция ванну среднюю баночку последние 5 ванну первая порция это уретра вторая порция . и третья порция это мочевой пузырь вот если вы все вместе соберете и вас там получится рейкоциты то никто ничего не поймет из этого компота поэтому надо очень внимательно это всем говорю не только детям вам тоже самое женщинам еще надо влагалище закрывать ваточкой иначе все там будет в этой матче и никто не поймет есть у вас там белок или это просто слущенная кожа но не кожа стенка влагалища вот поэтому сдачу мочи надо подходить очень ответственно и конечно вашим детям нужно обязательно сдавать тоже хотя бы раз три месяца анализ мочи поничепоренко поничепоренко там подсчитывают количество лейкоцитов эритроцитов моче вот если лейкоцитов много это говорит о том что в почке гной идет обострение пилонефрита если лейкоцитов много это кровь ну там совершенно другое обследование вот поэтому пилонефрит как правило это заболевание которое есть ну его из почки выбить очень сложно и он она идет всегда с рецидивами поэтому то же самое не закалять ноги не студить с сентября по май очень аккуратно купать ребенка и сушить голову прямо в ванне одевать в ванне вообще не переохлаждать не переохлаждать почему потому что пройдет двадцать-тридцать там лет и если почкой не заниматься то развивается синдром ну во первых гипертоническая болезнь может развиться а потом развивается синдром вторично сморщенной почки то есть когда почка уменьшается в размере и ренин там начинает шпарить и давление тоже такую почку даже иногда удаляют поэтому серьезно относитесь к своему здоровью особенно к почкам вот и по возможности сдавайте анализы крови мочи вот если длительное какое-то воспаление то надо сдавать и посев мочи смотреть чувствительность мочи то есть там но есть много всяких у нас анализов вот узи делать тоже смотреть что происходит с почками не не один из симптомов пузе это расширение лоханок вот когда есть расширение лоханок это хронический пилонефрит вот ну то есть много там всего есть но поскольку еще раз повторяю почки не болят печень тоже практически не болит из там болит желчный пузырь и все вот то есть надо беречь свои внутренние органы почки не любят алкоголь почки не любят кто их любит антибиотики другие препараты и самое главное они не любят тяжелые металлы вареную колбасу и всякие консервы они не любят потому что весь белок фильтруется в почками весь который вы едите все фильтруется почками поэтому наша с вами задача сохранить раз уж мы уже дожили до определенного возраста уже все как бы детство все закончилось нас давно вот то вы просто должны думать 150 раз прежде чем взять любую таблетку в рот прежде чем что-то там съесть непонятно где купленная непонятно кем приготовленная в свое время когда помните перестройка была был этот спирт рояль еще какая-то гадость была марета что ли и сколько людей оставались без почек бывает и острая почечная недостаточность в результате отравления чаще всего метиловым спиртом вот поэтому думайте о своем здоровье думайте это самое драгоценное чтобы что вам дали в этой жизни вот и когда человек здоров ему все прекрасно все прекрасно вот поэтому вот я вам решила прочитать такую презентацию по почкам чтобы вы поняли что никаких шуток не бывает с организмом никаких вот все это очень хрупкая кажется что это все как бы очень крупная хрупкая ну ладно давайте перейдем к вопросам женщина 81 год склероз сосудов головного мозга и сосудов глаз резко стала терять зрение дочь давала ей церебром 2 то правильно и порекомендовать чтобы зрение сильно не ухудшалась ну церебром 2 то что один церебром 2 пишите атеросклероз а даете церебром 2 он вообще работает на мелатонин во первых надо понимать какое-то женщина давление надо если давление у нее за 170 81 год или с какое ей надо давать p1 и p2 для нормализации артериального давления вместе с лекарствами которые назначают затем у нее ухудшается зрение это говорит о том что не страдает сетчатка и макулярная область поэтому она и теряет это зрение нужно сделать еще раз всем повторяю после 50 лет сделать узи сосудов шея спереди и сзади и посмотреть скорость кровотока потому что если у вас у ухудшен кровоток особенно здесь то глаза кровоснабжаются как раз с этого места вот шея их кровоснабжает поэтому этой даме нужно обязательно салютом кардио еще дать сальту p1 p2 салютом кардио немножко там по две-три капельки вот просто для общего такого тонуса и обязательно практически все наши капли визум для глаз хрусталик ленс макулу и аку это сетчатка и капать значит капать долго потому что только это может остановить диструкту не стил не атрофии сетчатки идет дистрофии не атрофии дистрофии сетчатки макулярной области вот капайте визум и все потом то что я вам сейчас сказала ну будем думать что у нее хотя бы этот процесс приостановится так что там у нас еще сейчас сейчас секундочку так сейчас посмотрим так что там у нас еще народ пишет сейчас секунду так добрый вечер добрый вечер хорошо ну давайте вопросы все вопросов нет может быть вот что-то напишет ну так но сегодня у нас нормально так участников было значит нас следующий вторник я вам прочитаю по сердцу но не совсем по сердцу там сердце и кровь что это такое вот так ну хорошо всем все понятно тогда мы с вами прощаемся до следующего вторника значит и я вам прочитаю презентацию по сердцу и по крови чтобы тоже все знали господа что такое при болезни бехтерева я не знаю что принимать потому что надо знать сколько человеку лет сколько он болеет болезнью бехтерева и какие чем он лечится и какие у него жалобы так александр вахрушев я не гадалка я врач пришлите мне или на ватсап или на почту выписку я все время так говорю не надо как бы там вопросы такие задавать я на них отвечать не буду время терять вот значит все и мы тогда с вами поговорим этот вопрос потому что следующей неделе у нас праздничная как раз кровью займемся вот и пожалуйста будьте грамотны как можно меньше берите всякой гадости в рот что я вам могу сказать очень очень будьте аккуратны все влияет на функцию печени и на функцию почек ладно ну все мы вас всех любим мы такую хорошую конференцию провели столько много всего интересного узнали я думаю ваши лидеры вам тоже все расскажут так что давайте мы постараемся летом как можно больше приехать в регионы и пообщаться с вами со всеми все что расскажите что расскажите расскажите что мне рассказать вот и их хочется чтобы вы активнее участвовали и большее количество людей действительно пользовалась этой продукции я уже на конференции говорила чем хороша наша продукция первое что ей нельзя навредить ее можно понимаете вам даже не надо не нужно иметь медицинское никакое образование вообще просто читать уметь значит почему потому что наши препараты они ничего не делают они делают только то что делают ваши клетки энергоинформационные салютом что он делает салютом у нас восстанавливает матрицу здоровых клеток во всем организме что делают глазные препараты восстанавливает уже весь глаз целиком вместе с визумом что делает у нас органы препараты они восстанавливают те органы которые вы пьете ошибиться нельзя у вас все эти органы есть внутри передозревать препараты нельзя единственное если возникает гомеопатическое обострение вы попали в тот в то место где спряталась болячка организм ее увидел и начинает посылать туда что там увеличивается кровообращение там появляются клетки которые иммунной системы которые жрут таких чужих чужестранцев которые попали к вам в организм или и нарушили его нормальную работу вот съели ушли у вас проблема сама ушла поэтому а конференции рассказать ну что вот мы обучались ну во первых первые несколько дней а значит сергей у нас выступал наш артист показал как нужно стал учить как нужно людей с людьми разговаривать чтобы человек захотел участвовать в этом бизнесе это будет все продолжаться мы посетили много были посмотрели поездили по ленинграду и был обалденный совершенно у нас экскурсовод которая нам ну так с душой женщины все рассказывал просто мы были потрясены ее знаниями вот и любовью к своему городу потом у нас был бал мы сначала там что-то не хотели идти потом все пошли получили такое огромное удовольствие все преобразились а вот а потом два часа два дня с пятницы по понедельник только выехали работали за городом и учились новые технологии ну как новые она для нас наверное новая а для кого-то это в общем хорошо забытое старое вот с помощью которой каждый человек может вести свой бизнес через компьютер сами можете с помощью этой технологии создавать сеть свою собственную вот использовать нашу продукцию и вообще жить отдыхать там предположим зимой на мальдивах а структуру строить в россии и продолжать с ними общаться сейчас это понимаете это бизнес будущего это можно также точно со своими детьми потому что молодежь вся сидит в интернете все сидят сейчас в интернете огромное количество групп которые интересуются здоровьем и поэтому я считаю что если каждая из нашей компании обучится и будет владеть этими технологиями понимаете мы не будем выходить на пенсию мы вообще пенсии думать не будем мы будем просто жить столько сколько нам отпустил наш создатель и всегда быть при деле вот и всегда развиваться и всегда совершенствоваться и общаться с огромным количеством людей и получать от этого огромное удовольствие и по жизни драйв мне кажется это самое самое главное чтобы жить знаете никого дети вырастают внуки вырастают чтобы не от кого не зависеть чтобы быть всегда человеком который может помочь другому человеку вот и всегда быть с людьми в курсе жизни а не сидеть на лавочке семечки грызть понимаете и значит только обсуждать кто что сказал и кто кому что сказал вот я считаю что у нас должна ждать такая жизнь интересная потому что у нас все время все что то новое интересное приходят новые интересные люди я думаю это будет все продолжаться потому что и наши препараты такие они энергоинформационные и если вы правильно себя ведете как говорят умные люди у вас открывается практика вот занимаетесь практикой положим принимаете там реликум салью ну кто-то еще что-то принимает вот у вас одна практика потом вы добавляете наши препараты у вас начинается второй этап практики каждый раз он расширяет сознание мозг это часть нашего организма самое главное которое как чувствует когда вы постоянно находите в развитии в драйве постоянно обмениваетесь со всеми информацией вам интересно жить вам все интересно в этой жизни то мозг так как тут еще все нормально значит давайте мы продлим этому телу жизнь понимаете вот так мозг управляет всем мозг поэтому чем он больше загружен хорошей информации чем вы больше думаете мечтаете у вас работают определенные зоны мозга это очень сложная тема но может все таки я вам ее потом как-нибудь расскажу чтоб вы понимали что такой мозг хоть немножко хоть по-русски как-нибудь я постараюсь это рассказать вот и чтобы вы понимали что вы каждая индивидуально мы с вами все абсолютно разные у нас определенно по-разному все заложено в головном мозге у всех за жизнь мозг меняется у каждого по-своему мы приобретаем опыт понимаете и вот приобретая этот опыт так не хочется чтоб дрехлело тело голова только начинает соображать к 70 годам опыт получили жизненный понимаете поэтому хочется с этим опытом жить как можно дольше а тело уже не дает и вот как раз принимая наши препараты улучшая функцию мозга чтобы не уходили эти нейроны чтобы у нас там все было хорошо и другие клетки нашего организма мы с вами будем кайфовать вот долголетие то понимаете это такое состояние когда ты живешь полной жизнью вот никому не пристаешь и во всем сам доволен я так думаю ну как я встретилась с этой продукции вы знаете ну просто так ничего не бывает вот просто так ничего не бывает я просто мне повезло я попала когда училась в ординатуре совершенно столкнул с другой медициной я столкнулся институтом трансплантологии московским вот и многие годы занималась ну я ничего не делал я вела пациентов которым делю делали определенные клеточные вещи вот я видела что мои пациенты не болеют не стареют у них это при сахарном диабете еще тогда был академик шумаков возглавлял этот институт я поняла что лекарства они конечно нужны иногда инсулин там это нужно конечно люди просто погибали до того как 23 года но в принципе организм все должен делать сам это вселенная это просто даже не описать что такое наш организм что а что такое одна клетка и когда я увидела как работают новорожденные клетки но не детские конечно нет это животных специальные вот то я попала в другую медицину понимаете все что сейчас говорят о стволовых делах все это это у меня была информация почти на 10-15 лет раньше причем это не говорильня а это клинические исследования это уже на людях когда людям действительно не теряли ноги не теряли зрение не теряли почки то есть я увидел другую совершенно медицину это было 20 с лишним лет назад 25 лет назад вот потом я стала дальше интересоваться меня знакомые привели там одно место я там очень много занималась профилактикой рака тоже такие препараты есть они официальные сейчас медицинские потом еще были куча вот таких интересных встреч с людьми в конце концов мы занялись фильтрами уже тоже так по воде все очищение туда-сюда тоже очень много разных вещей было но мы работали всегда так везло что с очень хорошими профессионалами вот и в конце концов меня кто-то где-то может слышали лекцию я много тоже лекции читала вот и меня где-то услышали пригласили на презентацию по воде вот это уже было давно тоже где-то на лет 15 прошло вот и там я увидел услышала воде которая имеет определенные заданные функции это был как другой мир просто сами даже производители не могли ничего писать ну я купила маме своей дала у нее проблема сердцем было вот и у мамы прошла эта проблема стала проходить на фоне лекарств конечно все они стало лучше вот и поэтому я потом познакомилась с людьми которые в академии наук этим всем занимались 50-х годов и очень много тоже консультировала людей они принимали эти препараты но это было все инкогнито сами понимаете нашей стране вот и вот таким образом потом на себе все это проверив на своих родственников на очень большом количестве людей я убедилась что эти препараты воздействуют и даже на центральную нервную систему вот когда я увидела что они действительно воздействуют на центральную нервную систему и людям становится лучше люди восстанавливаются быстрее на этих препаратах ну я так и сказала там своим знакомым что знаете можно уговорить все можно уговорить глаз можно уговорить нос но центральную нервную систему уговорить нельзя ну и вот тогда мы с Игорем встретившись уже пять лет назад или больше я уж не помню вот мы с ним вот стали думать как все это организовать потому что конечно самая тяжелая это организация знаете вы можете много знать но надо еще уметь делать вот и вот так вот постихонечку все это начиналось поэтому я сама уже это все принимаю уже более 15 лет я вам могу сказать что наши препараты работают практически как клеточная терапия то только вам там вводят клетки а здесь вы сохраняете свои клетки вы просто принимаете препараты вы сохраняете свои клетки печени почек центральной нервной системы глаз то есть вы сохраняете весь организм в целом весь организм в целом и это очень важно без всякие химии без всего поймите все делают ваши клетки вы ничего мы с вами вообще ничего мы приложение к ним Вот, и поэтому мы получили уникальную, наша компания получила уникальную возможность при жизни, при жизни пообщаться с клетками на том уровне, на которых создала природа просто. Вы поймите, ничего, клетку вы ничего не можете заставить сделать, ничего. Если только она понимает, что это ей нужно, она это берет. Не нужно, она не берет. Вот, вот так вот все это начиналось 25 лет назад с лишним, не вчера. Поэтому я вам желаю, раз вам так повезло и вы узнали о нашей продукции, и вы хотите действительно сохранить свое здоровье, то вы должны понять, что только вы знаете себя лучше всех. Вы знаете все грехи свои, которые были в вашей жизни, в плане питания, всего-всего-всего-всего, и вы понимаете, что любая болезнь, это энергоинформационная матрица в вашем организме. И с помощью нашего салютома и других энергоинформационных препаратов вы можете удалить эту энергоинформационную матрицу, восстановить целостность вашего организма, и он вам послужит на долгие-долгие годы. Понимаете? Вот в чем прелесть этой продукции. Навредить нельзя, а все все равно за вас будут делать ваши клетки. И вот когда люди это поймут, что это так просто на самом деле, так просто, но так сложно. Вот. Я вам всем желаю здоровья, очень-очень любить свои клеточки, вот, не травить их никакой лишней гадостью, и все будет хорошо у нас с вами. Вот, а про кровь я вам расскажу тогда в следующий вторник. Спасибо за ваши вопросы, спасибо, что вы меня сегодня слушали. До вторника. Всем успехов, удачи и процветания. Продолжение следует...